Существуют некоторые хитрости и уловки в макияже, благодаря которым можно придать образу отдохнувший вид, убрать или добавить объем определенным чертам. Итак, начнем. Уделяя пристальное внимание макияжу лица, многие забывают о шее. Макияж этой части начинаем с нанесения праймера. Можно использовать тот же, что и для лица. Стоит сразу же отказаться от идеи скрыть кольца Венеры с помощью толстого слоя тонального крема. Это только подчеркнет морщины. Тональное покрытие должно быть легкой текстурой и совпадать по тону с цветом лица. Далее с помощью широкой кисти слегка затемняем корректором боковые части шеи и воротниковую зону. Так лицо будет казаться более подтянутым. Вертикальными движениями кисти по центру шеи наносим немного хайлайтера. Этот прием поможет визуально ее удлинить. Обычно контуринг используют, чтобы подчеркнуть скулы, но почему бы не подчеркнуть с помощью него свое декольте. Принцип тот же. Темным цветом выделяем все впалые зоны, а светлым выпуклые. Лучше всего использовать широкую кисть с ненатуральным ворсом. Так границы будут незаметны. Выпирающие ключицы до сих пор считаются эталоном хрупкости и стройности. И чтобы их подчеркнуть, на выступающую часть наносим хайлайтер, а впадинки и галочку между ключицами немного затемняем бронзирующей пудрой. Чтобы визуально сделать черты лица более гармоничными, выделите мочки ушей хайлайтером. Лучше использовать сухой продукт мелкого помола. Так сияние будет деликатным. Этот простой прием придаст образу завершенность. Редактор субтитров А.Семкин